Сегодня мы открываем новый сезон, сезон 2019 года, и открывается такой знаковой лекцией, вернее, даже лучше сказать, творческой встречей с Алексеем Козловым. Это режиссер, как сейчас говорят, первого такого отечественного блокбастера фильма «Катастрофы. Спасти Ленинград». Особенно знаково, что это именно здесь, в Петербурге, на Ленфильме, потому что фильм посвящен, я думаю, что многие из вас знают, читали в анонсах, просто знают. Фильм посвящен теме блокады, конкретно баржи, это реальная история, в основе сюжета лежит. И, в общем-то, поскольку следующий год для Петербурга знаковый, он юбилейный, 75 лет со снятия блокады, будут в связи с этим большие мероприятия, как раз и премьера фильма назначена на январь, на вот этот самый скорбный, в общем-то, для нашего города месяц. Но скорбный и одновременно радостный. И я вам представляю нашего сегодняшнего гостя. Еще раз, да, Алексей Козлов, прошу аплодисментов. Мы кое-что припасли, это первое. Будем так, чтобы вам понимать, о чем идет речь, некие фрагменты, в основном рабочего порядка. Мы вам покажем по той причине, что... Ну, во-первых, я вам должен сказать, чтобы вы понимали, как воспринимать информацию, в каком контексте, что я такой умеренный авантюрист и романтик. И всю информацию, которую я вам буду излагать, вы, пожалуйста, вот в этом контексте воспринимайте. Ладно? Хорошо. Значит, думаю, что, поскольку вы пришли конкретно вот на это мероприятие, наверное, вы в интернете, в основном видели тот самый ролик, который существует. 2.32, он идет. Этот ролик уже частично идет в некоторых кинотеатрах. Прокатчик у нас в студии Universal. Широкий прокат, 1600 кинотеатров. Отсутствие государственной поддержки. Что само по себе здорово. И доведенный фильм, доведенный уже до определенного финала. Остались штрихи. Я буду вам показывать рабочий материал. Я думаю, что вам как раз, если вы специальная публика, я думаю, что вам как раз, наверное, это и интересно. Все остальное можно будет посмотреть в кинотеатре. Ну и плюс еще, поскольку у нас есть прокатчик, у нас есть определенные обязанности, обязательства, да, и я вам всего показывать просто не имею права. В конечном варианте. Значит, выходим мы в прокат 27-го. 25-го у нас премьера, официальная российская премьера в кинотеатре «Аврора». Она перенесена из Москвы в Питер по понятным причинам. Значит, я предлагаю так, чтобы нам войти с вами в разговор. Все-таки первый ролик вот сейчас на экране посмотреть, который у нас является основным и официальным на сегодняшний день. Да? Я не знала, что вы едете вместе. Путешествие с мужчиной в твоем возрасте – серьезный поступок. Ну что, лучшего места на этой баржине не найти. Это капитан Петручек, следователен КВД, который вел папе на дело. Ну что, молодые люди, будем плыть вместе? Мы не можем погрузить всех желающих. Такого количества народа баржа просто не выдержит. Это концертный рояль. На нем играл сам великий композитор. Это Лев Толстой. Я 752-ю знаю, как облупленный. Мы на ней скот лазили. На ней заклепки летят, как пуговицы. Ей-богу, борта все гнилые. Я все понимаю. Эвакуация, все понимаю. Другого пути нет. Ну там же люди будут. Баржу будем под завязку. На баржу пойдет мой сын. Ответственность беру на себя. Нам нужен путь к спасению Ленинграда. И он должен быть найден. На той стороне не вы, брат. Ленинграду нужен фарватер. А потому враг должен быть отброшен. Поставленную задачу надо выполнить или умереть. А ты знаешь, что я и отец враг народа? Предатель. Немецкий шпион. Это она сбила тебя с толку? Этот человек все про тебя принял. Синоптики обещают волну как раз в том квадрате. Девять баллов. Натя! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Заряжай! Их некому спасать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасти Ленинград. Да, вот это. Вот об этом будет идти речь сегодня у нас с вами. Значит, я не знаю, как вам... Я считаю... Я надеюсь, что публика достаточно специальная. Вам, наверное, интересен процесс, правда? Да? Вам процесс интересен? Вам же об этом интересно. Давайте мы будем с вами тогда минимально ориентироваться на... ...сам исторический факт. Это действительно исторический факт. Действительно было 16 сентября 1941 года. Я чуть-чуть сделаю уводное, чтобы мы понимали, о чем речь. Значит, 8 сентября разбиты Баддаевские склады. В городе 2 миллиона 500 тысяч человек. Прибывают беженцы из Прибалтики, Пскова, Новгорода. Они все отжимаются к Питеру. Кормить нечем, поскольку продовольствия нет. Принимается решение, что как минимум миллион надо успеть вывезти, пока нет льда. Вывозить нечем, потому что в районе Шлиссербурга перекрыта Нева. Весь флот остается здесь. И в сторону залива пассажирский. На Ладоге существуют только баржи. В основном старого порядка. Такой, как была баржа 752. И принимается решение, что на баржах и будут вывозить людей. Поскольку вывозить надо было действительно около миллиона, то их грузили под завязку. Наша была первой. Погрузили 1500 человек. Плюс транспорт. Баржа была совершенно для этого не предназначена. Прикрытие, по одним сведениям, оно было. По другим сведениям, его почему-то не было. На барже не было никаких зенитных установок и ничего подобного, чтобы отбиваться от авиации. Наша авиация была абсолютно беспомощна перед немецкой, которая контролировала полностью воздух и над Питером, и над Ладогой. Было принято решение выходить в ночь, для того, чтобы успеть преодолеть расстояние до Новой Ладоги, куда шла баржа. Так и сделали. Тянул буксир «Орел». Вода была тихой, но Ладога есть Ладога. И ночью начинается шторм. 9 баллов. Баржу ломает пополам. Ну, она дает трещину серьезно. В трюм поступает вода, а все пассажиры в основном находились в трюме, чтобы не привлекать внимание авиации. То есть, баржа начинает тонуть, дает сигнал «СОС». На сигнал «СОС» перво реагирует вражеская авиация, прилетает и начинает бедных бомбить. Бомбить, причем сурово, до самого финала, невзирая ни на что. Значит, рвет трос, буксир оторван, баржа неподвижна, температура воды 6 градусов. Это описано в основном, это есть и в интернете очень много, да, и воспоминаний, реально воспоминания людей. А всего выжило порядка 230 человек, включая командира буксира Ерофеева. Значит, их воспоминания существуют, они несколько разнятся, потому что люди находились в состоянии, понятно каком, но в целом картина достаточно страшная. Когда я натолкнулся на данный сюжет, на данную информацию, то, конечно, было потоплено в дальнейшем еще несколько таких барж. Последняя, по-моему, ноябре. А мы с вами, питерские люди, мы все прекрасно знаем, что Нева, она вытекает из Ладоги и впадает в Финский залив. Так вот, барж с разбитых суден отправляли детей на одном из суден, отправляли детей. Это судно было потоплено, и матери, которые не успели еще там дойти до дома, приехав, вернувшись в город, проводив детей, увидели, как по Неве тащит вода, тянет панамки, тетрадки и так далее, и так далее. И по этой причине они поняли, что баржи, дети их погибли. Сама история страшная абсолютно. Она, кстати, сказать, это потом уже... Вот Антон обратил внимание, был когда-то такой фильм, назывался он «Неизвестная война». Его Берт Ланкастер вел и Ланову, если вы помните, да? Так вот, это событие там было рассказано даже. Оно не касалось нашей баржи, но оно, в принципе, было равнозначным по степени трагизма и месту действия. Да, это была Ладога. Значит, сказать, что... Ну, вот такова была информация к моменту начала. Я был настолько потрясен, что я взял, написал письмо в нашу властную структуру о том, что, вы знаете, я где-то, по-моему, в Праге видел эти башмачки и вещи в бронзовом, стоящие на гранитной набережной. Я подумал, я им написал письмо, что есть такой факт, и вообще было бы не... Вот, мне кажется, было бы правильным отдать фрагмент гранитной набережной, откуда матери это видели, для того, чтобы там расположить вот эти предметы. Мне кажется, что это эмоционально достаточно сильно бы действовало. Ну, понятно, какой ответ я приблизительно получил, но суть не в этом. В это письмо было вложено определенное количество моих эмоций, которые я стал развивать в сценарии, поскольку я человек, имеющий отношение к кино. Я стал развивать в сценарий. Сценарий у нас пошел. Мы работали его достаточно долго. Я говорю «мы», потому что я все время обменивался информацией со своими ближайшими товарищами. Вот с Антоном Дементьевым, в том числе, Леной Громовой. Редактор у нас тогда была Ира Ефимова. Вот мы так все вместе начали раскачивать эту историю и поняли, что она движется сценарно. Она движется, нам казалось, что тема такая очевидная. И надо сказать, что про баржу материал был засекречен до 2004 года. Засекречен он был по той причине... То есть об этом факте, несмотря на то, что он был в интернете, кого бы мы, кому бы мы не обращались, об этом никто не знал. Хотя, в принципе, об историке когда-то назвали это Ладожкин-Китаник. Насколько это справедливо, это другой вопрос. Но все-таки по количеству жертв, 1500 человек в одну ночь, это много. Это большая трагедия. Материал был засекречен по той причине, что эта баржа была одной из первых. Значит, объявить о том, что баржа потерпела крушение и все погибли, это значит создать проблему по вывозу людей. Потому что больше никто не поплывет, это ясно. Поэтому тут же были направлены отряды НКВД вместо крушения, куда могли выбрасывать трупы. И эти отряды НКВД с точки зрения военной выполняли такую вот, наверное, понятную миссию. Да, они прятали трупы, они разговаривали с местным населением о том, что это никто не должен знать. И так, таким образом, возник секрет. С того же самого Ерофеева, капитана Буксира, взяли подписку. И он, даже его семья, а у него сейчас также в Новой Ладоге живут его потомки, так вот они узнали об этом факте вот сейчас, по сути дела, когда мы начали снимать это кино. Он об этом не рассказал, скончавшись в середине 50-х годов. Он никому об этом не говорил. Он был награжден за это орденом Красной Звезды, но не было сказано, что за это, потому что человек реально спас более 200 человек, не убежал, не уплыл на маленьком судёнышке, на маленьком буксире он это сделал. Вот по этой причине это было засекречено, наверное, потом в секрете передержано. И гриф «Секретный» был снят в 2004 году. Итак, мы начали работать сценарий, мы начали двигаться в этом направлении. Нас помимо истории стало совершенно справедливо увлекать профессиональная часть решения задачи. То есть у нас шторм никто не снимал, у нас на эту тему никто, во всяком случае, давно с точки зрения привлечения сегодняшних технологий никто не работал. И сама по себе задача профессиональная, она была весьма интересной. Мы стали думать на тему, а как это исполнить. Появились люди, с которыми мы стали цель сотрудничать. И как-то лично я стал склоняться к тому, что мы можем значительную часть задачи решить за счёт макетов. Мы с вами знаем прекрасно, что, допустим, «Титаник», они практически все задачи решили за счёт макетов. Они делали их, я сейчас не буду говорить точно число их, но их было достаточно много, они были такие разновеликие. Тогда ещё графика не имела той силы, которую она имеет сегодня. И поэтому там была вся ставка сделана на макеты, и на макетах было всё это снято. И весьма, как мы с вами знаем, успешно. Вот, мы попробовали, мы как-то этим увлеклись. И слава богу, по той причине, что некоторые макетные кадры у нас остались. В фильме они, однако, не касаются самой баржи. Потому что баржа, соотношение воды и судна, как оказалось, судно должно быть не менее 6 метров. Это очень много. Наши макеты были намного меньше, и все наши попытки создавать вокруг волны упирались в то, что, допустим, капли в результате на большом экране, там получалась капля воды, ну вот с этой бутылки. Понимаете? И вот это не... То есть масштаб воды и макета баржи трудно было соотносить. И по этой причине мы от этого отказались, пошли по пути тому, что общие планы у нас будут существовать в компьютерном изложении. Мы, надо сказать... Ну, дальше у нас не было денег. С этого же нужно начинать. Деньги у нас не было вообще. У нас были небольшие студийные деньги. Мы до этого снимали телевизионный продукт. У нас была своя техника, и она есть своя техника. Было немножко денег, на основе которых мы там существовали, пока мы раскачивали этот сюжет. Деньги у нас быстренько подходили к концу, поскольку их было немного. Мы ничего не успевали, по сути дела, снять. В конце концов, спасибо нашему управлению культуры, которое среагировало. Мы предоставили сценарий, мы предоставили историю. Среагировало и выделило нам, наверное, для управления культурой это значительные деньги. У нас это в общей сложности получилось, по-моему, 15-я часть нашего бюджета на сегодняшний день. 15-е. Это было совсем немного, но мы стали понимать, как делать. Мы же хотели снять блокбастер, чтобы у нас было студии Universal прокатчиком, ни больше, ни меньше. А вот денег не было. Значит, вот эти деньги появились. Они где-то там замаячили на горизонте. Это все всегда очень долгий процесс, потому что у нас уходит лето, а нам объявляют, что деньги мы получим только в ноябре. А нам нужно что-то делать. Мы понимали, что нам нужен первый материал для того, чтобы с ним начинать ходить. У нас есть... И что нам делать? Значит, мы решили сделать следующее. У нас есть бой сухопутный. Это 14 минут. И он практически весь сегодня стоит в кино. И мы... У меня есть своя кинодеревня. В этой кинодеревне есть маленькое озеро. Значит, мы там построили, ну, наверное, чуть... Ну, вот этот пандус, да? Ну, только вот так, в квадрате. То есть, в два раза больше, чем мы. Мы построили вот такую площадку, гимбы, качающуюся. Загнали на него автомобиль, поставили будку, сделали водосбросы. И решили провести опыт и заодно заиметь некую картинку для возможного ролика фильма, с которым мы начнем ходить. Потому что, если фильм идет... То есть, если речь идет о катастрофе Барши, мы не можем ходить только сухопутным путем. А, сухопутным боем нашим. Нам нужна была некая водная история, некие водные кадры. Это было обязательно. Сухопутный бой мы начали снимать по той причине, что мы, ну, где-то понимали, как мы можем это снять. Мы понимали, что мы можем, ну, даже если мы его не снимем, мы можем остановиться. Нам не хватит денег, мы остановимся в какой-то момент. А вот если мы впишемся в водную историю и начнем строить полноценную декорацию, какую мы хотим, разумеется, мы закончим на строительстве. Приблизительно половина этой декорации, больше денег нет. И вот мы построили в деревне. Это можно, наверное, посмотреть второй, второй, второй файл, да? Посмотрите, только я вас повторяю, это рабочий материал, который вообще даже не вошел в кино. Это пробник, пробник. Вот, видите, вот, 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 сама декорация, вот это наше озеро. Давайте посмотрим, да? Это вот, когда я говорю об авантюризме определенном, да? Но, тем не менее, здесь все было правильно организовано. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы для себя поняли, как работать с водой, и тут нет этого кадра. Ну, там у нас был один кадр, вот, по выходу их из рубки, когда удачно сработало два водосброса, и даже в ночи раздались аплодисменты, когда мы, я думаю, что вот в эту минуту мы все поняли, что мы это кино снимем. Из этого ничего не вошло в кино. Еще раз повторяю, это пробник. Это тот самый пробник, который мы построили. Мы работали, деревня своя, жили там, кто в избах, кто в палатках и так далее. И это случилось. Значит, дальше мы пошли в сухопутный бой, я чуть попозже вам его покажу, где мы, думаю, что нашли очень правильный рисунок существования. Мы задались вопросом. Вы знаете, ну вот почему в нашем кино, которое, допустим, существовало до прекрасное военное кино, абсолютно особенное кино, если бы там упомянуть только проверку на дорогах, это величайшее произведение Германа. Но, однако, в нашем батальном кино всегда есть какая-то неправильная, с моей точки зрения, статика. Она, в первую очередь, касается и существования актера, и, главное, существования камеры. Я совершенно не скрую от вас то, что мы стали... Я, в первую очередь, стал подробно изучать, разумеется, то, как исполнен рядовой рай. И к тому времени вышел еще фильм Гибсона, совершенно замечательный, который называется «По соображениям совести». Я увидел, что Гибсон тоже смотрел рядового рай на Спилберге, и поэтому я не постеснялся это делать. Я обращал внимание на то, как существует камера, как существует актер, откуда вот это абсолютное ощущение твоего присутствия в бою, и ты сейчас испытываешь те же самые эмоции, которые испытывает этот солдат. И до... Значит, мы построили вот такой большой бугор из пенопласта. Когда мы... Я понял, что, значит, не все меня понимают, когда я начинаю размахивать руками, то мы построили у себя вовсе такой большой бугор из пенопласта. Ольга Яковенко, наш художник, сделала. Засыпали его песком, сделали окоп. У нас получился такой большой макет, и на этом макете мы стали уже разрабатывать все направления, движения, где происходит тот микроэпизод или этот, откуда движутся и так далее, и так далее. Это нам очень сильно помогло. Оператором-постановщиком тогда был Алексей Доронкин. Такой замечательный, увлекающийся и слышащий оператор, крепкий физически, что было важно. Мы с двух камер вошли в это, и буквально, наверное, первый же съемочный день, и у меня это ощущение не проходит до сих пор, мы поняли, что мы поймали фишку. Мы поймали фишку, и доказательством того стало, что, собрав 6 минут этого боя, 3-4 кадра из того, что вы видели сейчас, крупности, в основном актеров, в которых летит вода, макет баржи, где-то 2 метра, который мы сняли в этом же озере под шторм, мы на это умудрились сделать, представьте себе ролик, и иметь 5 минут материала. Осень закончилась, возможность снимать закончилась, впереди была зима. Мы с Антоном Дементьевым это все собрали, подложили музыку, и я начал рассылать. Потому что мы понимали, что вот сейчас зима, это то время, когда нам нужно что-то делать. Нам нужно искать деньги для возможности съемок следующим летом. Реакция у всех была однозначна. Она, как правило, выражалась восклицательными знаками, особенно по поводу боя. В конце концов, один мой московский приятель позвал меня, что мне нужно приехать в Москву. Я приехал. И мне сказали, вот ты знаешь, с тем, что мы видим, вот эти 5 минут, вот это я рассказываю сейчас реальность вам абсолютно, с этим не надо ходить по второму эшелону прокатчиков. С этим надо идти Universal, 20-й Веб Фокс и Disney. Все, больше мы никуда не ходим, сказали мне. Мы имели 5 минут. Значит, мы пошли. Первое же место, куда мы пришли, это было Universal, и нас помнил Владимир Иванов. глава Российского универсу. Посмотрев это, бывает так, 5 минут. Значит, он перелистнул календарь в компьютере и сказал, слушайте, 31 января 2019 года вас устроит 5 минут. Значит, ну, конечно, да, сказал я, конечно, устроит, да. Значит, но, тем не менее, мы вышли оттуда, и мой приятель сказал мне, ну, нужно пойти еще в 20-й Веб Фокс, и нужно пойти еще. Ну, вот, мы пошли еще туда. Там реакции были приблизительно такие же. Стали обсуждать, ну, вы знаете, ну, казалось бы, все. Ну, я кинулся в одно место, вспомнил о своем одном близком человеке, да, обратился к нему и сказал, что мне нужны деньги. Ну, потому что у меня ситуация такая, у меня есть 5 минут, у меня есть возможный прокатчик ленивирус, но у меня нет денег совсем. На удивление он мне сразу сказал, ну, хорошо, я тебе дам, только ты 8, ты мне должен отдать. Я сказал, конечно, я 8, я не отдам. Мы сильно рассчитывали на Министерство культуры. Вы знаете, ну, во-первых, тема поддержка города, очевидный юбилей 75 лет. У меня давно никто ничего подобного с точки зрения масштаба не задумывал. Все замечательно, мы уже строим себе планы на лето, причем активизируемся страшно, потому что надо успеть снять. Значит, в Министерство культуры говорят, одним словом, они нам денег не дали. Значит, но, тем не менее, мне же дал, мой очень близкий человек, дал, в принципе, достаточную сумму для того, чтобы мы прошли подготовительный период, а нам нужно было снимать саму баржу, трюм, то, что мы с вами дальше увидим. Это очень дорогостоящая декорация, очень дорогостоящая декорация. И понятно, что мы впадать, наше главное, и что мы для себя поставили вот в этой трудной ситуации, то, что мы не должны впасть в нищету. Понимаете? Как только вы, замахнувшись на подобное, начинаете быть нищими, и это видно в кадре, да? грош цена, гаси свет, иди годик. Значит, вы можете верить, может не верить, но я до сих пор работаю без гонорара и по сценарной части, и по режиссёрски. Я не получил никак. значит, у меня есть небольшие там продюсерские деньги студийные для поддержания семьи, как и у всех моих коллег, которые со мной вот уже третий год над этим работают. Это тоже было наше решение, и мы понимали, что все деньги должны быть вложены в производство. но вы понимаете, человек, и в том числе и съёмочный коллектив на съёмочной площадке, они так устроены, если они видят богатую декорацию, они никогда, конечно, не поверят, что ты не получил режиссерского гонорара. Может, это несколько раз произносить с утра, рассказывать, это всё бесполезно, человеку это никогда не верит. Все, разумеется, будут требовать заработную плату вовремя, и с этим ничего не поделать, и платить это надо, иначе люди перестанут работать. Актером, нас же выплачивают гонорары и так далее. А у нас построена только декорация. Причём она построена на Ильмине, потому что здесь оказался футбол, футбол нас вытеснил из Питера, мы понимали, что здесь нам не снимать, у нас большое количество оружия, которое нужно перевозить и так далее, поэтому мы ушли под Новгород на Ильмине, и слава богу, потому что там нашли старую баржу, эту старую баржу полностью декорировали, построили порт, причём именно построили порт, построили пирс, построили баржу, всё построили, совершенно на пустом месте. Это видно, где идёт погрузка, вот это всё, это всё построено нами. Значит, и надо снимать, надо снимать. Какие-то проплатили по гостиницам, ещё что-то, всё время, значит, таймер, всё время девочка не докладывает о том, как у нас быстро тают деньги, тем не менее, мы выходим в съёмочный период абсолютно уверенными лицами. Надо сказать, вот как-то нам, видимо, я думаю, я благодарен очень людям, которые работали рядом со мной всё это время, потому что у нас не было между нами, знаете, никакого мандража и какой-то вот ненужности такой человеческой. Мы как-то все были заточены на то, что мы должны это сделать. Это правда. И чем дальше мы уходили по этому сюжету, тем больше у меня было ощущение, что мы становились ближе, да, по той причине, что мы уходили качественно, нам нравилось то, что мы делаем, и нас объединяли общие задачи, да, нам хотелось довести это до ума, до конца. Понятно, что не пошлось без банковских кредитов, это ясно, дальше, но и то нужно умудриться, так сказать, находясь там, снимая, еще попытаться найти банковский кредит, залоговые деньги и прочее, прочее. Одним словом, мы сняли, мы сняли, мы смонтировали, у нас получилось сейчас 32, дальше пошел процесс постпродакшена и так далее, и так далее. Значит, мы дважды, у нас дважды поменялся коллектив создателей, по сути, но я имею в виду оператор постановщик, потом стал Глеб Вавилов, Леша снимал бой и частично горы, потом Глеб снимал барышу. Это вот, смотрите, вот это вот гимбл, который мы в результате, вот там мы видели с вами первоначально, вот это вот уже большой гимбл, он сделан был в Питере, он оставлен на самый финал, это на гидравлике, это 24 метра на 10 метров, и полностью фрагмент палубы был перенесен сюда, вот на этот гимбл, он раскачивался пультом, это все здесь уже по-взрослому было, здесь 5-метровые водосбросы, да, и их было 4 штуки, вот эти вот синие, видите, да, ежедневно, по-моему, по 100 тонн воды у нас выливалось вот сюда вот. Надо сказать, что актерам большое спасибо, нужно сказать, что они приносили это героически. Вот, пожалуй, что я не знаю, в принципе, я вам вводную изложил. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте, вы зададите вопрос. Да? Да, и все бегают в линию, да. Все правильно, да. Конечно. Да. Конечно. Конечно. И потом, понимаете, когда у вас летит пуля, да, вы не можете фокусироваться, вот, знаете, вопрос, правильности композиции. Я все время говорил, друзья мои, композиция должна быть неправильной. Понимаете, вот человек, когда бежит, а в него стреляют, вы представляете, что он видит? Понимаете? А как это может снимать правильным кадром? Вот я, сейчас, ваша крупность мне нужна, потом вот, ваша крупность мне нужна. Какой-то может быть будет? Не может быть будет. Понимаете? Я не говорю, что это какое-то там супер открытие, но я для себя понял разницу. Разницу. И дальше мы на этом стали работать, да? И дальше, вот если вы посмотрите там все 14 минут, там абсолютный эффект присутствия. Вы начинаете пригибаться, вы начинаете, потому что камера, это, я все время декларировал это, я говорил, камера, это один из бегущих солдат. Вот то, что он может видеть, то она и видит, понимаете? Ничего большего. Это очень важно. Что? Оператор хороший. Оператор хороший, камера своя, не жалко. Понимаете? Вот. Ну, там было много очень из реалти. Потом тоже, знаете, как Ахматова сказала, из какого ссора растут стихи, да? Так вот, из какого ссора растет кино, тоже вопрос такой интересный. Потому что вот тут два актера есть, вот один Ванька Лыбчиков, которого там сапоги, у него там есть перед этим история, что собака во время погрузки у него утаскивает портянки, поэтому он натер ноги, он без портянки. там целая история к этим натертым ногам. И вот Сережа Жарков, который стреляет, два актера. Вот, ну, это по счастливой случайности с одним я работал до этого, а второй тоже пацан, на которого я давно смотрел и хотел его снять. Ну, вот они пришли, да, они увидели вот декорацию, они немножко там послушали то, что я говорю, да, и они стали вот так честно падать в эту грязь, в эти лужи, в эту, они так стали честно это делать, да, что они, в принципе, вот создали, они как бы, вот возьми туда артиста, которого там вагончик стоит, да, и которого, значит, по всем порядкам и договорам, значит, есть питье горячего чая через полтора часа, все этого нету, понимаете, а когда есть пацаны, которые там, Ванька дальше снимает сапоги и по этой грязи, по этим камням летит со сбитыми ногами, да, и ты тут абсолютно, реально, да, или там все, Сережа, дальше будет фрагмент, когда он дерется в грязи с немцем, а грязь варили, и там, наверное, в бочке две киселя, реально киселя на крахмале, значит, какими-то правильными добавками, там, вы увидите эту грязь, выкапывали, это как бы, по нашим представлениям, был такой стекший мазут, и нам хотелось, чтобы вот сама война, да, вот, когда люди уже сошлись, два безумных, да, и они в этой грязи начинают друг друга топить, и он там топит немца, здесь сейчас этого эпизода нет, но есть в фильме, очень красивый, с моей точки зрения, ну, и Сережа Жарков, безо всякого дублера, это вы представляете, это же нужно туда погрузиться целиком, да, еще на тебе сидит каскадер, и каскадеры Сережи очень честно работали, и мы, по-моему, там, ну, не с двух даже дублей, а с двух кадров сняли эпизод с двух камер, очень красиво, понимаете, ну, вот это тоже, я знал, что я ему могу это предложить, что он честный актер очень, упаси Бог, в такой ситуации поймать артиста, знаете, который начнет что-нибудь вам рассказывать про профсоюзы, понимаете, это все, это гибель сразу, это можно вычеркивать, да, и вас, главное, вы перестаете фантазировать в эту сторону, потому что у вас инструмент таков, что его хочется, да, работать с ним не хочется, знаете, у Качалова был такой великий русский актер, он сыграл Каренина, а потом он как режиссер ставил Анну Каренину во Мхате в 43-м году, по-моему, и с актером работает, актер также играет Каренина, как когда-то играл он, вот он ему наговаривает роль, наговаривает роль, а потом останавливается и говорит, нет, вот этого я вам никогда не отдам, вот понимаете, у режиссера и актера должна быть позиция, когда ты ему готов все отдать, а он тебе, вот когда это так, то складывается вот так, а когда это так, как у нас обычно бывает, сейчас, то этого никогда не произойдет, этого никогда не произойдет, а с этим, или там гела-мески, там, не знаю, у нас дальше будет этот кадр, когда он падает в горящую воду, нет, не будет его, да, понимаете, они настолько заводили друг друга на площадке, потому что один, потом другой, и они настолько ловили вот эту правильную, спортивную, творческую конкуренцию, да, что если там гела так падал в горящую воду и так красиво, и так здорово, кричал, и по голове ему попадал в чемодан и так далее, а то Жарков тут же ко мне подходил и говорит, да-ка я сейчас там будет обязан, да-ка я вот там сейчас исполнил, не ставил вопрос, знаете, что там, а ему хотелось сделать круче, чем гел, это правда, и вот это, это, очень, я думаю, я уверен, что это видно в картине, понимаете, потому что потом, а потом говорят вот те люди, кто смотрели уже, кому мы показывали целиком о существовании артиста, оно совершенно так отличающегося, я так мягко сказать, отличающегося от сериала подобности, они отличаются вот по этой причине, вот по этой причине. Да, конечно? Да. Да. Ну, этого же быть не могло же, понимаете, да, у нас вариантов не было. Вообще, потом я вам сказал, я умеренный авантюрист, я начал, и романтик, да, но я авантюрист. Вы знаете, вот авантюра заключается даже в том, мы приехали на один из заводов, где суда испытывают. Нам надо было посмотреть волну и там сможем ли мы там испытать свою баржу и так далее. Нам показали какой-то склад, и на этом складе лежала баржа два метра. Я говорю, вот это, по-моему, то, что нам надо. Мы бы ее с удовольствием бы... В общем, мы ее купили за тысячу рублей. Но это был военный завод, и его... Оттуда нельзя было ничего выносить. Каким образом эти очень хорошие люди, мужики, ну, вот эту никому гниющую там в подвале баржу, да, согласились вынести каким-то задним ходом через окно и забросить в нашу машину. Вот это... Когда мы это сделали, я сказал, вот, друзья мои, вот так мы и снимем наше кино. Это правда. Понимаете? И без этого никак нельзя. Понимаете? У нас... Потому что, если там начинают сравнивать, это прекрасно, конечно, что там кто-то говорит, что это Дюнкер. Про Титаник вообще не верьте. Это... Когда в Минкульте нам отказали, то сказали, ну, что ж ты там написал второй Титаник, значит, и что ты там... Ну, это же просто все вторично, да? А Титаника нету ничего в нашем кино. С Дюнкерком, ну, за исключением то, что есть влюбленная пара, плывущая на судне, друзья мои, ну, найдите, любому режиссеру предложите снять нечто подобное, он вам обязательно туда поставит пару, влюбленную пару, плывущую на судне. Если он это не поставит, значит, он не понимает, что он делает, да, и на чем он будет основывать сюжет, друзья мои. Ну, как без любви? И поэтому эта влюбленная пара никоим образом не сочетается... Ну, никоим образом. У нас даже мысли такой не было. Походу, вот когда мы все дальше углубляется на сюжет. С Дюнкерком, да, на сравнение существует. Наверное, они более справедливы. Наверное, они более справедливы. Но мне кажется, что в целом этот фильм, ну, он, да, он, знаете, у нас есть наша студийная точка зрения, такова, что, ну, вот ребята снимали кино, это такие, ребята, более денежные, чем мы, кино у них не получилось, и они нашли фишку, и очень правильный момент, вот это продвижение. Вот что значит продвижение в современном кино, когда это продукт коммерческий, да. И они абсолютно круто срубили эту фишку, да, они втюхали вот это кино без сюжета, по большому счету, где кроме профессиональных фокусов нету, таких вот, ну, смотреть нечего, ну, так вот, я говорю с твоей точкой зрения сейчас, да, я про Дюнкер говорю, значит, не свели с линией, не понимаешь, сидишь за кого тебе сейчас переживать, тебя почему-то все время куда-то переключают, вот в этом плане похожести у нас нет, но у нас есть несколько линей, и, наверное, вот, вот это вот схожесть, да, вот это вот, здесь, наверное, вот можно порассуждать, что по некой фактуре, да, это, наверное, суда, это, наверное, суда, там авиации, у нас авиация, у нас малые суда, да, вот там, то есть там есть параллели визуальные, это можно говорить, но мы не но мы так не снимали мы мысли такие у нас были но мы не от этого ушли значит я сейчас открою завесу дима а значит вы знаете кем бы я никогда не хотел быть это звукорежиссером на площадке потому что назначит актеру всегда хочется то есть режиссеру всегда хочется чтобы был кадр чтобы существовали правильно актеры чтобы работать во второй план до чтобы была драматургия действия выразительность и так далее оператору немножко хочется да тоже хочется выразительности но по своей части и на все время и тому и другому мешает звукорежиссер понимать потому что не понимать чего он хочет понимаете не понимаешь он все время были за он все время влезает он все время это где-то торчит понимаете вы как были там парочку еще ты когда снимаешь на воде и вот по сути дела где-то реалки шоу а этот человек все время кто у него значит оторвется микрофон и вы поймали и по вы ловите его в кадре тем не менее вы знаете когда эпизод получается и ты садишься на монтаж и у нас есть такие эпизоды которые вот там были даже где-то чуть-чуть какие-то помеки не говорили что это невозможно я говорю что нужно оставить звук потому что актер вот так никогда не скажет потом не говорили оперу нет я скажу они говорили но он так никогда не скажет он так никогда не сделает это раз во вторых шум и родные вы знаете когда они просят вот мир сняли все да мне же нужно следующее снимать они просят дубль по звуку это невыносимо потому что дубль по звуку все должны молчать должен быть только тот самый звук а площадка вот у нас доходило там до 400 человек да попробуйте сделать так чтобы там не перевели да где там готовит фрагмент декорации тут еще что-то еще это очень сложно это самый несчастный всех раздражающий человек работа которого очень нужно по финалу как выясняется очень нужно поэтому терпение им и их миссия не изменится на площадке вере его за ближайшее время да 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 но знаете друзья мои здесь не все зависит от нас я не сказал сейчас видите слово спрятал к счастью или к сожалению я сейчас спрятал его заметили да был такой затык но не все зависит от нас потому что у него уже началась начинается своя жизнь в этой жизни всегда есть определенные обстоятельства обстоятельства даже того как он выйдет когда он выйдет какая будет погода что будет в реальной истории сегодня завтра происходить когда начнется наше кино насколько зритель вы знаете потому что сказать что мы сняли фильм где есть военная тематика я скажу так значит потом хотя от одной из так скажем зерен нашего фильма это конечно человек в обстоятельствах начинающейся войны как он меняется и что с ним происходит это одно из зерен но все-таки это не фильм про войну все-таки мы думаем что катастрофа шторм да а у нас между прочим экшен отдана 40 минут ими 40 минут это очень много катастрофа шторм вода сила характера заданных и исполненных актерами а я практически всеми очень довольны очень капризный человек в этом плане у меня были хорошие учителя и я очень люблю старую русскую школу актерскую которая я вас уверяю я все время об этом говорю там вы знаете в 50-е в 60-е 70-е даже года была намного выше голливудской хотя я очень люблю голливудской кино увидите сколько я на него ссылаюсь и я поэтому в этом очень привередливый человек но я очень доволен тем что здесь было и получилось с точки зрения актерской палитры это правда потом вот лена геннадьевна наш ведущий продюсер сидит рядом с антоном она посмотрела как-то она сказала очень правильную вещь она сказала боже мой какое удовольствие видеть неизвестные лица свежие новые точные мать вот на них на некоторых смотришь вы будете смотреть когда кино на абсолютно убежденность что это он вот 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 это он и все имеется абсолютную убежденность что здесь никто никого не играет и вот в этом кстати сказать когда я говорю про динкер да вот так вот в этом тоже есть некая такая правильная схожесть абсолютно никто не играет такое ощущение но все есть а дальше он начинает жить мять и как он начнет же мы очень волнуемся как это будет 27 числа и как он у нас пойдет а военное кино к сожалению имеете вот допустим ну уж куда по законам совести випсона там на оскар да потом по в австралии по моему 11 номинации вообще изумительное кино изумительное кино потрясающим режиссерам в россии сбору миллион по моему 200 могу ошибиться тот же самый бенкер по моему там миллион восемьсот или наоборот но это все на понимаете как ну это просто мизер это просто это по я по сути дела это там сборы одного дня одного уикенда поэтому говорить что вот на военное кино это на 1 нет у нас народ особенно военные драмы как-то вот думаю что не очень но у нас есть наша фишка это водная катастрофа которую вы видите она да мне кажется что она и графические и вот она по кадрам да она исполнена весьма прилично мне не стыдно абсолютно абсолютно то точно даже где-то вот я горжусь только тем что мы сделали да 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 значит и так и так по база по соображениям совести сценарий это описался 15 лет между прочим мы сценарий делали переписывали поправляли дожимали три года это много причем я говорю это мы мы это не я один такой умный это мы мы прикладывали к нему разные лекала да нам хотелось где понимаете в чем дело у нас вообще есть такая серьезная проблема в нашем кинематографе мы не умеем делать сюжеты истории надо рассказать истории мы американцы всегда рассказывают истории у нас будет начал конец будете знать кому сострадать так далее мы как-то с нашим кино немножко с кого-то если это скучно то это кино но у нас так принято почему знаете если они потом в степени скучности еще начинаем состязаться на 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 фестивалях а это правда мне кажется что у нашего кино есть большая проблема это зрелищность настоящий профессионализм заключается как вы можете умеете способны ли сделать зрелище а только это зрелище должно быть с реальными актерами героем там может быть степень драматизма да там должны быть а без вообще к зрителям нужно относиться с уважением в этом плане знаете если он пришел то он должен посмотреть story и в этом story он должен чему-то удивиться у нас почему-то это не принято понимаете если бы мы все одинаково существовали в условиях рынка у нас бы я вас уверяю это было принято все бы сразу обратили внимание что им приносит но поскольку мы все существуем в рамках бюджета где нам дают бесплатные невозвратные деньги мы как-то про зрителя естественно забываем потому что он не играет никакой роли а да нет не память но просто вот ну как то так не обязательно в принципе нет да нет я сейчас них зритель высказываю претензию я говорю об отношении так сказать коммерческой до составляющей здесь зритель я об этом сейчас говорю потому что зритель конечно разный бывает конечно я сейчас говорю я сейчас рассуждаю про коммерческое кино исключительно исключительно я говорю про зрелище да 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 знаете здесь как в бою самому нужно быть таким это первое потому что если вы сам такой да и если вы можете и вот так же в этой грязи да и и и и правильно и не отделяя себя от да то такие люди вокруг вас должны появиться но если у вас там есть что-то еще помимо этого близкое к слову таланта да то они должны появиться вот плюс все-таки вы опять-таки как на войне как там комбат должны увлечь не надо чтобы сзади стоял заградительный отряд если вы идете то за вами должны идти это очень важно это очень важно потому что это всегда вы знаете вот иногда там даже не в таком порядке картинах там телевизионном кино попадется в какой-нибудь персоны они не понимают понимаете что потом режиссер живой человек он садится на монтаж если у вас не сложились отношения с ним он естественным путем почему-то начнет убирать ваши крупные кадры понимаете а потом когда вы если вопрос еще перед хрометража то вы не сомневайтесь что уйдет именно ваш эпизод с вашим участием понимаете вот так да ну что нет нет не на площадную что да ну что у меня жена даже сына которому 12 лет запрещает брать с собой потому что будет много лишнего слышать да не нужно нам очень часто вообще вы знаете кино искусство вот как вопрос авторских я считаю это я так что я считаю что кино искусство коллективное и если с вами не работают люди готовы вкладываться так же как вы да а в это дело ничего не получится слышать надо обязательно вы не пуп земли вы не вы живой человек понимаете процесс создания кино это коллективный процесс но другой вопрос что сами рядом должны быть люди которыми вас которым вы должны быть уверен что его нужно послушать это важно но с выбором актеров я ошибался конечно это нормально же да даст а достаточно много телевизионного снят ну конечно ошибался найти я потом еще это я сейчас вижу рассуждаю все-таки позиции там продюсер он же режиссер от намного легче но попробуйте прийти там молодым начинающим режиссером да и там что-нибудь свое рассуждать рядом но продюсерском кино как теперь говорят достаточно трудно но с другой стороны если человека не умеет этого делать ему нечего делать профессию ну потому что отношения с продюсером это тоже часть обстоятельств этой профессии надо уметь их выстраивать до надо нет я сказал по законам совести 15 мы писали 33 под ней по законам совести баба баба я бы все время называю гибсона фильм они писали 15 сказал я мы писали ты ну что вы 15 у нас нет такого роскошно это так роскошно не живем внутри это вы знаете три этом но 3 это много 3 это достаточно много мы возвращались мы думали все время да ну правда правда мы приду правда это бы огромный опыт но это огромный опыт да да понимаете потому что вот это антон высказал эту мысль от не моя мысль да но он абсолютно правильно сказал это самый дешевый способ сэкономить деньги довести сценарий до ума потому что когда все начинают это делать на съемочной площадке да это все вылетает в миллионы поэтому лучше его доводить до ума вот пока мы с вами над ним работаем недорого да да что что ну вот вы видели компьютерную графику да значит там работает несколько компаний насколько я знаю у нас антон в основном ведет это дело у нас продюсер постпродакшен значит несколько компаний сроки были достаточно сжаты мы сейчас переживаем и переживали так опыт с таким объемом он первый опыт таким объемом воды у всех первый ну дай бог чтобы это все случилось вот так я даже не начну тут размахивать час и говорить вы знаете оле 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 нет нет пускай это дойдет до конца до ну вы знаете так на так коммерческой составляющей я вам могу сказать а значит что у нас я вам сказал 1600 кинотеатров 1600 кинотеатров это широкие прокат вы знаете есть ограниченный прокат да и широкий прокат вот это факт значит про бюджет говорить вам по бюджет или нет да 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 без медкульта без фонда кино друзья мои производственный бюджет 237 миллионов рублей а что дня друзья мои как выдавать как вот это все снимать понимаете а как-то все снимать конечно 237 это чесноком абсолютно плюс есть еще рекламный бюджет но это уже не наш это же универсу рекламный бюджет но я пойду куда там 2 и 4 у них бюджет 100 миллионов долларов до 100 миллионов долларов у нас 237 миллионов рублей но чтобы 237 это сколько получается не в 2 и 4 ну что вы 237 по сегодняшнему курсу там сколько 60 если вы возьмете 237 это чит это 4 миллиона а у них 100 100 бюджет и 100 миллионов это а у нас 4 в 20 раз меньше в 20 раз а потом конечно замечательные люди да когда они начинают сравнивать никто же эти 20 не имеет ввиду все взялся заглуши не говоришь найдешь все в порядке абсолютно и конечно мы там будем получать все это но разница очень большая разница очень большая ну понимаете по той причине что я вам назвал сборы здесь но у них сборы там допустим опять таки я могу вот я беру 3 поскольку эти три фильма которые вот вокруг нас как бы существовали все время мы равнялись на них с точки зрения исполнения до за исключением шторма шторм там были другие названия у нас у них сборы мировые в районе 500 миллионов рублей до по моему там 200 до до долларов понимаете у никто кого 200 200 только по сша ара а мировые сборы у них вот такие потому что ну там другая индустрия там все иначе абсолютно там все иначе хотя бывают случаи вот сейчас приварил пример недавно посмотрел фильмы понимаете которые там не вытягивают даже до половины бюджета своего бюджета не буду название говорить эти фильмов относительно мировых сборов то есть не могут даже половин бюджет собрать бывает проблема никто же да но не не системные нет вводя нам один человек таких денег не давал что вы что вы такого человека нет я вам только что рассказывал как мы собирали понимаете и когда я вам сказал бюджетную сумму сюда входит и наши студийные которые мы потратили понимаете сюда входит и на неполученные гонорары да и взятые кредиты знаете и инвесторы которые вошли да и сопродюсирование здесь есть в значительной степени потому что мы жму понимаете мы же не безумцы взять на себе 237 иметь безумцы не до такой степени во всяком случае это все делится вы дальше это все отдельный процесс понимаете в котором мы не были доками и большими умельцами а вы дальше идете и начинаете вам что-то предлагают да видят ваше кино появляется желающие в нем поучаствовать вы хотите или не хотите продать часть акции понимаете когда вы понимаете что вроде как процесс идет и вам вроде как этого не хочется потому и понимаете что все-таки это надо сделать потому что это уменьшает риски раз и у вас появляется еще деньги два понимаете и дальше вы начинаете не история вот она у вас зреет а вы начинаете торговать по сути дела умело не умело но это так из этого складывается финальная сумма 230 тему паси господь понимаете не от человека от которого мы получили от того самого которого мы получили те самые первые деньги на которые сделали декорацию спасибо большому большое моему ближайшему человеку моему мы их уже отдали осенью знаете но мы перехватываемся отдаем там чтобы живой процесс но вы знаете у меня есть абсолютное ощущение я его много раз высказывал своим близким людям о том что я до этого не работал в кино а потому что кино вот мы мы делали только сейчас и делаем его потому что это процесс настолько шире чем просто понимаете вот просто получить деньги которые не надо еще возвращать ну это такая такой ну такой какой-то такой знаешь ну мир от лобочек такой даже разврат понимаете кота разврат который кстати он не везде есть у нас есть это одна история но когда вы находитесь в состоянии риск на и когда вы вот ложитесь спать понимаете что вот через неделю нужно останавливать да вы уже взяли допустим 100 а надо останавливать потому что это снимать не наш и вы начинаете своей голове гонять по кругу знакомых которых жизнь удалось понимаете да нажимаете вот на эту фигурку говорить вот здесь остановились сейчас ему позвонил часто даже в мобильном телефоне уже нет его номера понимаете где-то записных книжках вы ему звоните ну что у вас еще какие варианты и вы ему звоните а он вдруг те говорит по фичу так давно не звонил понимаете начинается диалог а ты ему говоришь вот но 10 вот так понимаешь потому что завтра все встали а он говорит значит я подумаю говорит хорошо ты подумаем давай завтра встретимся мы встречаемся я прихожу говорю ребята у нас есть 10 мы еще неделю живем понимаете здорово но когда у вас понимаете когда у вас начинает происходить процесс умные люди видят что он у вас происходит правильно вам какой-то степени становится легче понимаете потому что вы производите товар который начинает вот как на него стать начинают реагировать до его начинают покупать на те же самые акции до вас появляется там сопродюсер у вас появляется еще там с меньшими деньгами дать человек но который желает поучаствовать в этом в надежде с этого получить что-то но для этого вы должны что-то показать да потому что в противном случае он никогда не продастся это нигде не будет с какой хера я тебе дам 15 понимаете а когда вы ему показываете то что показываете он начинает на это реагировать это все очень живой процесс безумно увлекательный если в вас есть авантюризм как вам не допустим попытайтесь это сделать это здорово потому что ты начинаешь жить до сих пор иногда бывает страшно так и работали от что вы делали что страшней взять или остановить процесс а вы понимаете когда вот мы нам даже когда дали в управление культурой это те деньги за которым должны отчитаться друзья мои я не буду называть фамилии но некоторые товарищи позволили себе не отчитаться мы обязаны отчитаться мы должны во первых были показать что мы с нами кино 1 да это главное мать а если бы мы не показали мы обязаны вернуть эти деньги а мы сняли кино а дальше вы если это взяли бы что делать вот либо ты уже должен 100 какой страх страх не то что дейди 100 не дашь то что ты не найдешь следующий понимаете вот ты должен найти следующий ты находишь вот и говорю вот всех у кого жизнь дала гоняешь по кругу сознание своем да ну дайте как то так да вот надо надо всегда не лишние да да вот значит я вам только что я вам я надеюсь когда вот и катерина позвонил я сказал что давайте вот это название да извилистый путь блокбастер он даже не к блокбастеру и он всегда будет извилистый надо начинать надо начинать с того что с вами должны быть правильные люди это первое с которыми было у вас была возможность обсуждать сюжет да и которые бы у были этим увлечены так же как и вы не меньше без этого делать в кино авторском не только ничего абсолютно я в этом убежден особенно у нас хотя вы знаете у меня приятель был на лекции приезжал один известный американский продюсер москве и он сказал тоже сказал что если у вас нет знакомых с деньгами то в голливуде снимать не надо вот он поток но по сути дела то что я вам уже полтора часа говорю да ну что вы ну как это давай что вы да что мы это это значит да понимаете что у нас государство занимается благородной миссией она поддерживает искусство это замечательно но процессом распределения этой поддержки занимается уже не государство а люди мне дальше рассказывать вам что-нибудь когда а значит это дело в том что допустим понимаете ведь это было всегда и везде и допустим не надо думать и понимаете созданием хата занимался купец станиславский да и не мирович данченко который не был бедным человеком а при этом они еще дергали там кого саму морозову который потом застрелился понимаете и он это монетки сбрасывал туда в этот район понимаете правда правда и без этого не только кинематуры без этого не может существовать театр без этого там пятнадцатом веке не мог существовать художник потому что ему нужно было покупать дорогие серебряные краски золотые краски для того чтобы писать картины и даже у того кого здесь сегодня ходите смотреть в эрмитаже допустим до количество действующих лиц стоящих допустим его полотне обязательно оговаривалась с тем человеком который кидал за это монетки и это совершенно нормальные условия это совершенно нормальные условия значит разврат начинается как всякий разврат понимаете когда не буду я я вам все сказал на эту тему попробуйте дай бог так стать банда этого разврата добраться вот вот я вам что желаю добраться все будет хорошо у вас сразу да ну значит друзья мои вы входите ваша с вами рядом кто-то идет шагает если даже вы учитесь с вами рядом кто-то учится понимаете ну как возникают люди с которыми вы дальше существуете все степень и их и вашего интереса они ну правда тут нетрудно вам сказать как это собрать ну то что это не начинается студенческой скамье это факт абсолютно вы для этого должны что-то начинать делать вокруг вас должен быть кто-то кто видит как вы это делаете понимаете потом вы начинаете понимать что так здорово что он это делает мети со мной так далее так далее ну так образуется команда это очень важно и это 1 я все мы дали что это первое вот последнее время все время говорю что это первое это самое важно значит то что касается сценариев крадут их не крадут я не знаю я сам никогда не крал поэтому механизмом не владеют оточным салют значит у меня я не знаю я этим никогда не занимался не то есть не но не центрируем на это внимание у меня достаточно щедрое воображение знаете я одно если нет то я придумаю что-нибудь другое нормально да значит я хотел вам поскольку на финале вот финальный показать там есть вот эта грязь замечательно про которую я рассказывал да там есть музыка а а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я хотела просто отдельно сказать, что сегодня действительно у нас прям потрясающая лекция, и поскольку вы являетесь и продюсером, и режиссером, и сценаристом, в общем-то, поэтому у нас сегодня она получилась такая прямо насыщенная-насыщенная. То есть мы смогли не просто поговорить о картине, а по сути коснуться абсолютно всех сфер в рамках создания кино. И за это вам просто отдельное огромное спасибо. По крайней мере, те, у кого есть среди друзей, те, у кого в свою очередь жизнь удалась. Спасибо еще раз огромное.